Обычно торжественное открытие ежегодных рождественских образовательных чтений собирает вместе священнослужителей, руководителей и педагогов детских садов, школ и учреждений культуры, муниципалитета. Но в 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось провести в новом онлайн формате. Прямую трансляцию организовал телеканал Видное ТВ. Мы рады приветствовать вас на открытии 17-х районных рождественских образовательных чтений «Александр Невский. Запад и Восток. Историческая память народа». 17-е по счету рождественские чтения на этот раз посвящены Александру Невскому. В 2021 году в России отметят 800-летие со дня рождения новгородского князя, великого полководца и святого русской православной церкви. Он для нас образец мудрости, образец храбрости, силы, но при этом и образец смирения. И мы понимаем, что та ответственность, которую он брал на себя, она подчас была, ну, можно сказать, абсолютной, потому что принять решение в это время значило, что оно могло быть последним, и ошибиться было нельзя. Ученики седьмой школы подготовили небольшое театрализованное представление, рассказывающее о жизни и подвигах прославленного полководца. «Я сужу единому Богу, Его чту, Ему поклоняюсь». А ты, несколько времени полюбовавшись героем, произнес к окружавшим, «Правду говорили мне, нет князя равного этому». По видеоконференц-связи поприветствовал участников чтений и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Я всем нам желаю взаимопонимания, потому что только вместе мы сможем добиться того, что наше общество будет физически здоровым, духовно богатым, высоконравственным, свободным и ответственным. Чтобы наши дети выросли людьми с доброй душой и светлыми помыслами. Желаю всем хорошей, плодотворной работы и полезного общения. И всем не болеть. Представители Видновского благочения и администрации муниципалитета поблагодарили друг друга за успешную совместную работу. Такая работа обогащает педагогов новыми идеями, знаниями, помогает повысить уровень профессионального мастерства в деле воспитания подростков. Уверена, что такая практика сотрудничества приносит нашему городскому округу большую пользу. В этом году все мероприятия в рамках рождественских чтений из-за пандемии коронавируса пройдут дистанционно. Впервые мы проведем онлайн родительское собрание, которое будет посвящено отношению как раз отцов с детьми. Больших будет у нас окружных мероприятий, муниципальных девять. Это больших. И мероприятия будут идти уже по школам, по классам. Там большое количество, у них будут и классные часы, и беседы, и встречи с священнослужителями. Кроме того, в каждой библиотеке в рамках рождественских чтений откроются книжные выставки. И, конечно, состоится ставший уже традиционным конкурс сочинений письмо священнику. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.